Сергей Валентинович, ну это же не родные стекла, точно? Ну, наверное, нет. Ну, во время блокады, если рядом был взрыв какой-то, то могли поменять. Сняли там, я не знаю, с ванны или еще что-то. Во время блокады здесь была так называемая знаменитая витаминная аптека. Этот факт, по мнению краеведа Сергея Виватенко, один из немногих, который придает зданию историческую ценность. В остальном дом на 12-й линии – типичная застройка середины 19-го века. Тогда здесь располагались цеха химического завода. Район считался не самым благополучным. До реставрации дома далеко. Впереди, вероятно, судебные тяжбы между владельцем дома и КГОП, который хочет полностью сохранить постройку. Причина этого спора юридическая. Особняк Брэмэ памятником стал недавно. До этого по закону был не более чем старым деревянным домом. У деревянных зданий примерно три статуса. Первый – это памятники архитектуры, расположенные в основном в центре города. Есть несколько в спальных районах. Еще один статус – это исторические здания. Это не памятники, но и здания, которые нельзя сносить. Ну и большая часть деревянных дореволюционных домов не имеет никакого статуса. Чтобы сохранить деревянные постройки, все чаще говорят о том, что их нужно передавать в частные руки. Существует даже специальная программа, когда при условии восстановления здания участок вокруг город сдает в аренду за символическую плату. В свое время внутри была красивая резная лестница, она поднималась как раз на второй этаж. Дом у Варшавского вокзала еще 10 лет назад был жилым. После его расселили. Два года назад его передали в собственность приходу. Церковь планировала организовать здесь центр помощи нуждающимся. Как правило, восстанавливать нужно не только здания, но и интерьеры. Реставрация мебели, лестниц, деревянного декора – работа особая. Но общий принцип всегда один. Есть такое обязательное правило, которое должны соблюдать в принципе все мастера, все реставраторы. Любая работа, вот сейчас вот тоже Дима работает, любая работа, она должна быть обратимой. Глядя на процесс восстановления мебели, гораздо проще понять, что уничтожает остатки деревянного Петербурга. Это плесень, сырость и человек. Условия хранения и эксплуатации чаще всего бывают ненормальными. Поэтому вещь сначала нужно высушить, изделие высушить, потом выдержать. Ведь не факт, что она здоровая, древесина имеется в виду. Целое здание не высушить, поэтому когда реставрируют дом, часто используют новые элементы. Секрет в том, чтобы определить эпоху создания всей конструкции. Тогда можно найти, к примеру, здание-донор. Сруб сохранился хорошо, хотя он изначально не очень качественный. В то же время скрытый снаружи погонкой, а изнутри штукатуренный для защиты от огня. Он стоял и будет стоять еще довольно долго, если бы был хозяин, за ним бы ухаживали, его берегли. Дача Людомира Змиградского только за последние пять лет горела дважды. Тем не менее, все необходимое, чтобы ее восстановить, сохранилось. Элементы витражей, деревянного декора, чугунные окантовки. Средняя продолжительность работ около двух лет. Стоимость зависит от задачи и дальнейшего использования. Восстановить и каменное, и деревянное здание отреставрировать дешевле, чем его сломать и построить новое. У нас были такие прецеденты. Эта беседка расположена в каких-то ста метрах от загородного дома. Тоже деревянная, но сохранилась на порядок лучше. Во многом потому, что она попросту никого не интересует. Ведь для одних ценность это архитектура, историческое значение этих зданий. Для других ценно то, что под ними земля. Здесь каких-то 15 квадратных метров у перекрестка. В Сестрорецке каждый год выявляют новые памятники культурного значения. Только на этой неделе под охрану взяли еще три. Дачи начала прошлого века здесь сохранились благодаря тому, что в советское время в них организовывали детские лагеря. Вообще для деревянных построек непрерывное использование и есть необходимый рецепт долголетия. В Петербурге есть академический пример здания Каменноостровского театра. То здание подняли, под ним выкопали дополнительные площади, создали конструкцию бетонную и потом его назад поставили. В ближайшие десятилетия летней резиденции БДТ не грозит никакая реставрация. Здание не только восстановили, его оснастили датчиками влажности и температуры. Такой же подход, вероятно, получится применить и на даче Громова. Стены в основном сохранились достаточно хорошо, но естественные вот такие для него болезни. Связанные с деструкцией в основном из-за плохой эксплуатации здания. Отсутствие вентиляции, намокание кровель. Если бы нормальная была эксплуатация и ворами бы выследилось, то древесина может стоять века. Реставрацию дома планируют закончить через два года. Технологии обработки дерева, как и сто лет назад. Строители уверяют, что лучше до сих пор ничего не придумали. В это легко веришь, когда поднимаешься по старой лестнице. Она даже не скрипит. На данный момент в Петербурге и пригородах в полуразрушенном состоянии около 254 деревянных построек. Каждый из них, даже если и не представляет архитектурную ценность, то точно хранит память о том, что Петербург ровно половину своей жизни был городом деревянным. Те, кто работают с деревом, любят говорить, этот материал живой, следовательно, за ним нужно ухаживать. В этом случае любой деревянный дом прослужит не меньше, чем каменный. Артур Ходорев, Пульс города.